Хотел бы очень выступить на большой сцене перед жюри. Каждый день 17-летнего осужденного Никиты начинается с четырехчасовых утренних репетиций. Обычный школьный класс превратился в мини-музыкальную студию. В 14 лет парень пошел учиться в музыкальную школу по классу фортепиано, но так и не закончив ее. Девять месяцев назад Никита попал в Куряжскую воспитательную колонию за воровство на три с половиной года. Так получилось, что дома не хватало финансов, мама работает, у нее документов нет. И так получилось, что за квартиру заплатить, а еды дома нет, я пошел, начал красть. Сотрудники колонии сразу заметили талант осужденного. Говорят, у парня сильный, красивый голос. Попав в исправительное учреждение, Никита освоил духовой инструмент, играют в оркестре, а также солируют в хоре. Чтобы помочь несовершеннолетнему реализовать себя в жизни, руководство зарегистрировало молодого певца для участия в талант-шоу. Мы стараемся показать мальчикам нашим, что есть другая дорога. В жизни он из сложной семьи. Поэтому показать, что можно по-другому, что его способности, талант, божий дар, может помочь ему пробиться в жизни без преступлений. Это неприятно, что вместо лишения свободы попал человек талантливый, у которого достаточно возможностей и сил для того, чтобы обеспечить себе какое-то будущее, хорошее будущее. На отборочный тур Никита готовит пять песен, но среди них есть та, которая ему особенно близка. Сотрудники учреждения уверены, у Никиты есть все шансы пройти на следующий этап конкурса. Но в понедельник, 9 мая, на предкастинг парня будут сопровождать конвой. Но это не будет конвой в том виде, который люди представляют себе. Наручники, автоматчики и так далее. Этого, конечно, не будет. Назвор будет обеспечен, но это будет достаточно лояльно с той точки зрения, что мы не преступника везем, а все-таки участника всеукраинского шоу. Моя главная цель – стать украинским народным артистом.